ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Какой самый эффективный тренажер есть в доме у каждого? Сколько, по мнению саратовцев, нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым? И где с пользой провести школьные каникулы? И это лишь малая часть того, что мы готовы вам представить. Да, и, кстати, всё самое интересное в течение ближайших двух часов. Но сейчас пришло время передать слово нашим коллегам, о чём они сегодня расскажут. Они расскажут о самых последних событиях, которые произошли на территории области, на территории города и на территории абсолютно всей нашей необъятной земли. Ну и, в общем-то, страны, естественно. Передаём слово нашим коллегам из информационной службы. Сейчас выйдет программа «Саратов сегодня», после которой непременно к вам вернёмся. И, друзья, давайте уже начнём обсуждать тему сегодняшнего дня и сегодняшнего эфира. Да, запусти уличку. Вчера поздним-поздним вечером под покровом сумерек и под покровом ночи приняли закон о том, что в Саратове будет саратовское время. Плюс один час к Москве. Доброе утро, друзья. Пишите нам скорее смс-ки, как вы относитесь к этому факту. Утреннее шоу «Автопилот» приветствует всех тех, кто только просыпается. Ну и, естественно, тех, кто уже давно проснулся. Может быть, ещё и тех, кто вот только собирается лечь спать. Всем доброго утра. Здесь Светлана Казанцева. Здесь Сергей Гришнов. Напомню, друзья, что работаем для вас в прямом эфире. А это значит, что звоните к нам в прямой эфир, пишите свои добрые утренние тёплые сообщения. Может быть, не совсем добрые утренние, а может быть, на тему нашего дня. Но мы её раскроем чуть-чуть позднее. А также заходите к нам в группу ВКонтакте, и там мы уже запустили опрос и ждём ваше мнение. Ну а сейчас, друзья, самое время напомнить вам, что если телевизора у вас под рукой нет, то вы можете использовать свой мобильный телефон. Скачайте мобильное приложение «Саратов-24», используя Google Play или App Store, и тогда телевизор будет в вашем кармане. Наше мобильное приложение работает точно так же, как и весь телеканал «Саратов-24», который традиционно на 21-й кнопке во всех операторах кабельного телевидения. Да. Ну а, кстати, а если у вас нет дома каких-нибудь гантелей или специального оборудования, то возьмите две бутылочки с водой и используйте её вместо утяжелителей. Ну а какие ещё лайфхаки со здоровым образом жизни вы можете узнать от нашего фитнес-тренера. И сегодня она расскажет что-то интересное, да ещё и покажет. Доброе утро, дорогие телезрители! Я надеюсь, вы все уже проснулись, выпили стакан воды и готовы смотреть нашу рубрику «Двигайся со мной, Даной Ригой». Сегодня мне поможет ответить на вопросы и показать комплекс упражнений Алексей. Лёша – мой тренер, мой коуч, мой наставник. Привет, Лёш! Привет, Дана! Всем доброе утро! Сегодня на нашу почту поступил вопрос, как построить тренировочный процесс, если нет возможности ходить в зал и нет дома тренажёров. Если случилась такая неприятность, то на этот случай есть интересный комплекс упражнений. Но всё же один тренажёр нам потребуется. Он очень необычный, я уверена, что он есть у каждого. Ведь это стена. Сегодня я покажу комплекс упражнений у стены. Лёш, поможешь мне поплотить? С удовольствием, потому что с таким тренажёром я ещё ни разу не тренировался. Да, и начнём мы с упражнения, которое называется «Присед». Давай, Лёш, я покажу, а ты присоединишься потом. Упражнение «Присед». Это упражнение тоже статическое. Мы приседаем бёдра до параллели пола и замираем в таком положении. На 30-40 секунд, у кого есть возможность, до минуты. Всё зависит от ваших физических возможностей. Лёша, давай попробуй ты испробовать на себе нетипичную для тебя нагрузку. Опираемся на стену. Потихоньку погружаемся в присед бёдра до параллели пола. Колени не выходят за уровень носков. Замираем и находимся в таком положении. Максимальное время, которое вы можете себе позволить физически. Да, но я придумал, как усложнить эту нагрузку. Можно намазать масло. Если вы хотите поэкстремалить, можно попробовать и такой усложнённый вариант, который предложил Алексей. Лёш, вставай, переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется «Отжимание от стены». Упражнение направлено на напряжение грудных мышц. Чем дальше встаём от стены, тем сложнее упражнение. Упираемся в неё и замираем также на какое-то время. Лёш, пробуй. Упираемся в стену. Тело находится в напряжении, представляет из себя одну линию. Не провисаем вниз и не оттягиваем ягодицы назад. В таком положении мы тоже находимся статично 30-40-минут. Как вам позволяет ваши физические возможности и способности. И последнее упражнение, которое я хочу показать, Лёш, оно похоже на первое исходное положение. Также у стены глубокий присед, и мы наклоняемся, тенясь к противоположным локтём, к противоположному колену. В этом упражнении задействованы как мышцы ног, так и мышцы косых мышц пресса. Попробуй. Та же самая техника. Следим за коленями. Следим за параллельной постановкой бедра параллельно полу. Наклоняемся к противоположной ноге. Все движения нерезкие, очень медленные и плавные. Да. С очень скользкими подошвями достаточно сложно будет выполнять. Как у тебя впечатление от тренажёра-стена? Тренажёр-стена идеальный. По всей видимости, я брошу ходить в спортзал и только со стеной буду заниматься. Ну вот, друзья, я надеюсь, что вам понравился наш комплекс. И вы не забывайте, что в здоровом теле здоровый дух. А мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Наши фитнес-тренеры ещё не подозревают о том, что уже совсем скоро зарядку им придётся делать на час раньше. На час позже. Не важно. В общем, придётся делать не в то время, в которое они привыкли это делать. Друзья, мы благодарим наших фитнес-тренеров. Если у вас есть дома-стена, она непременно у вас должна быть, иначе и дома не будет. Делайте подобный комплекс упражнений, и тогда с вами будет всё отлично. Будете выглядеть точно так же, как и Данна Рига, её тренер, её коуч по жизни. Её подопытный. Можно его так назвать. Ну а сейчас самое время поделиться с вами новостями, которые призываем обсудить с нами здесь, в прямом эфире. И вот первая новость, она самая насущная на наш взгляд. Да, друзья, вчера вечером Государственная Дума Российской Федерации одобрила перевод стрелок на часах в Саратовской области. Законы проекта о создании саратовского времени приняли даже в первом чтении, и решение о переводе стрелок единогласно поддержали все 410 депутатов. Что же это значит для нас, для всех? А тут всё предельно понятно. 27 ноября мы переведём стрелки на часах и будем жить в другом часовом поясе, который отличается от московского. Перевести стрелки нужно будет на час вперёд. Ну да, интересно, автоматически это будет переведено? Обязательно, да. Они же там сидят, вот создатели ваших айфонов всех, и думают, как же это вот я так должен изловчиться. Да, остаться на прежнем, в общем-то, временном поясе. Как вы относитесь к этой новости? Готовы или не готовы вы жить по-новому, по-саратовскому времени? Будет ли создаваться для вас определённый дискомфорт в коммуникациях с вашими друзьями из Москвы, коллегами, партнёрами, да и, в принципе, с теми, кто живёт в других регионах? Об этом обо всём пишите нам на смс-портал, и вообще, в принципе, давайте мы с вами порассуждаем, насколько эффективна эта мера будет. И главное, что вы сделали, если вы против, для того, чтобы стрелки часов не переводили. Ну и, кстати, вас спросили о том, хотите ли вы, чтобы перевели это время или нет. И, может быть, вы действительно считаете, что плюс один час – это, ну, как бы, благотворно скажется на нашем организме, на ритме жизни, на вашей работе. Или вы отрицательно к этому относитесь. Вот у нас с Сергеем есть два мнения, Сергей поддерживает. А, вернее, наоборот, Сергей не поддерживает. Здрасте, приехали. 7.26, а уже помутнение рассудок. Светлана, ну вы что? По моим часам уже 8.26. Вот по твоим часам уже 8.26. По моим вот внутренним часам вообще ещё 6.26. Ну, в общем, друзья, на самом деле, я не то чтобы за, я против того, чтобы перевели стрелки на час вперёд. Честно, катастрофически против. Аргументационную базу представим вам немного позднее, сразу после того, как узнаем гороскоп на сегодняшний день. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Билат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдётся своё решение. А теперь о том, что же ждёт нас сегодня. Овин. Небольшие разногласия с вашими друзьями или партнёрами возможны сегодня. Телец. Старые планы могут обрести реальные очертания сегодня. Близнецы. Прежние идеи могут оказаться очень кстати именно в эти дни. Рак. Ваши партнёры могут мешать вам или даже открыто проявлять своё недовольство. Лев. Сейчас стоит быть практичнее и не открывать свой кошелёк по любому поводу. Дева. Проявляйте заботу сегодня и ищите вдохновение в помощи другим. Весы. Сложные ситуации могут сделать вас безучастными к происходящему. Скорпион. Не стоит играть с финансами и брать на себя непомерные обязательства. Стрелец. Сегодня вам стоит обратить внимание на правильность поставки ваших целей и подумать о способах их достижения. Козирог. Хорошее время для установления новых деловых контактов и расширения своего круга знакомств. Водолей. Временная остановка в бесконечном круговороте пойдёт вам на пользу и даст время для обдумывания. Рыбы. Стоит избегать неожиданных трат и тщательно планировать ваши финансы. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Ну вот прям ещё две секунды посвятим теме перевода часов. Она тебя не отпускает просто. Она меня не отпустит ещё долго. Мой аргумент. Я хочу дольше спать. Я хочу нормально высыпаться. Серёж, ну 24 часа как было в сутках, так оно и остаётся. Да, только у меня украли один. У тебя не украли один. Просто будет чуть при более светлом времени проходить. Твой аргумент почему за? Ну экономия электроэнергии. А, то есть это ты ходишь и выключаешь фонари на улице города, когда стало светло. В доме. То есть ты приходишь с работы и у тебя ещё световой день и ты можешь не включать. Те же лампочки, там, я не знаю, те же светильники и всё остальное. Они энергосберегающие. Они не хотят столько энергии, сколько должны быть. В общем, к этой дискуссии вернёмся немного позднее. Сейчас готовы представить вам ещё одну любопытную новость. Да, она тоже у нас социальная. В нашем регионе реализуется социальный проект. И в 30 муниципальных образованиях Саратовской области пройдут курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Ну и чтобы стать участником, нужно обратиться в Центр социального образования или в отделение пенсионного фонда своего района. По количеству обращений сформируют группы, а после этого начнутся занятия. И наконец-то наши бабушки, дедушки, да может быть и прабабушки появятся в одноклассниках. Да, и они станут лучше понимать своих внуков и правнуков. И мне кажется, это очень полезно, потому что и интернет, и вообще компьютеры сейчас поголовно есть у всех. И все ими активно пользуются. И старшее поколение, наверное, тоже должно быть причастно к этому. Как вы относитесь к этой новости? Хотите ли вы, чтобы ваша бабушка следила за вами в Инстаграме? Звонила вам по Скайпу. Звонила вам по Скайпу, чтобы она отправляла вам сообщения в Фейсбуке или ВКонтакте. Ну и постила котиков в одноклассниках. Одноклассниках, пишите нам на смс-портал, обязательно все прочтем и передадим все ваши мнения в прямой эфир. Ну а самое время поговорить немножечко еще об инфоповоде, который все-таки не отпускает нас сегодня. Говорим мы про то, что перевод стрелок состоится. Все-таки 27 ноября мы станем жить с Москвой в режиме плюс один час. Как вы к этому относитесь, это главная тема сегодняшнего эфира. Пишите нам на смс-портал. Ну а у нас в гостях сегодня еще и побывает человек, с помощью которого мы сможем поставить некоторые точки над «и» в вопросах сна и его эффективности. Ну и кстати, при переводе стрелок часов. Ну не только при переводе стрелок, у нас впереди большие выходные, есть возможность выспаться и провести время в постели. А вот сколько его нужно будет там проводить, какое время лучше всего лечь спать и вообще как полезно спать, при какой температуре, я не знаю, какие фазы с нас существуют. Все это обсудим с нашим гостем уже во втором часе. К нам в гости придет врач-психиатр областной клинической больницы Анастасия Александровна Одинокова. И с ней-то мы как раз-таки эту тему и обсудим во всех красках. Не оставайтесь равнодушными, пишите смс-ки, обязательно все прочтем, мы передадим все ваши вопросы Анастасии Александровне. А знаешь, что мы сейчас обсудим? Мы сейчас с детьми обсудим, какой же самый лучший подарок, по их мнению, вообще существует. Плюс один час. Говорят дети. Это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут. Какой подарок самый лучший? Грузовик на пульте управления. Коробку конфет. Аленку. Если бы у меня был трактор, я оттуда насыпал землю и высыпал. Собака. Машина. За ней можно гонять. А лучше мотоцикл еще. И ртаёт на пути управления. Лошадку. Она самая лучшая и мягкая. Она и с ней спать можно. А еще лучше айфон ГЛС А7. Он стоит 60 тысяч. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками рубрики? Присылайте заявки на почту mailsobaka.saratov24.tv И становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Сегодня есть очень горячая тема для обсуждения. И мы со Светланой Казанцевой решили пообсуждать ее. Да, друзья, мы сегодня говорим о том, что в Госдуме было принято решение о том, что переводят стрелки часов в Саратовскую область на час вперед. То есть мы с Москвой будем жить плюс один час. Всего лишь. Насколько это для вас актуально, насколько это для вас полезно? Или, может быть, вы считаете, что это совершенно не нужно этого делать, и нужно жить по Москве, и, соответственно, жить и работать, и это очень удобно, потому что, не знаю, можно, кстати, в твою сторону сказать, что банковские вот эти все операции, и вот эти все переводы, и вообще коммуникация с Москвой. Давай, я решила тебе дать небольшую фору. Кстати, Сергей поддерживает эту позицию, что не нужно переводить стрелки часов, а я думаю, что, может быть, и не так уж это и плохо будет. У нас будет немного светлее, световой день продлится, и, кстати, вечером, когда вы будете возвращаться с работы, еще будет светло. Дети могут более долгое время проводить на улице, возвращаясь со школы, они могут, ну, родители могут не переживать за то, что... Ты ремонтируешь, кажется, тебе не остановить, просто как стрелки часов. Я бигу-бигу-бигу-бигу вперед. Куда ты бежишь? Нужно почитать сообщения, которые прислали нам наши телезрители. Так, например, Анна Лабе пишет на страничке ВКонтакте у нас, что отличная новость, мы за перевод стрелок часов. Я думаю, несколько дней, и все придет норм. Человек быстро ко всему привыкает, особенно к хорошему. Но, слушайте, сколько людей, столько и мнений, безусловно, поэтому мы и даем вам возможность высказаться, какие у вас есть аргументы в пользу перевода стрелок часов, или, наоборот, не переводить стрелок часов. Пишите нам, пожалуйста, на смс-портал, на страничках ВКонтакте. Обязательно все прочтем и все обсудим вместе с вами. Да, кстати, хотим сейчас с вами обсудить события, которые состоятся уже сегодня в нашем городе и сразу с места в карьер. Друзья, сегодня, 3 ноября, в Большом зале консерватории состоится концерт народного хора, который называется «Как на матушке на Волге». Концерт посвящен 50-летию кафедры народного пения и этномузыкологии. В концерте примут участие народная артистка России Елена Сапогова и победитель шоу, победитель, там, шоу-голос, да-да-да, друзья, вы не ослышались, именно победитель Александра Воробьева. Все ее прекрасно знают, это девушка из нашего города, которая выиграла, если не ошибаюсь, пятый голос, который шел... Третий, Сереж. Это было третье шоу, сейчас пятый идет? Наверное. Ну вот, ладно. Начало концерта в 18 часов ни в коем случае не пропустите. Да, и еще есть одно событие, которое также связано с сегодняшним днем. В ТЮЗе сегодня покажут премьеру этого года. Спектакль под названием «Выпускной». Он поставлен по драматургии победителя конкурса «Учитель года России-2012» Александра Димахина. В основу спектакля легла пьеса «Утро», которую Александр Димахин написал под впечатлением от собственного выпускного вечера и будучи уже при этом молодым преподавателем гимназии. Начало спектакля в 18 часов аналогично, так что, друзья, нужно как-то кинуть жребий, решить все-таки, куда вы пойдете и, в общем-то, не пропустите одно из событий, которое мы вам предлагаем для вашего же культурного досуга. Ну а сейчас у нас будет опрос, сколько нужно человеку спать, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо. Давайте узнаем, сколько же вы спите на самом деле и высыпаетесь ли. Вы знаете, что слаще всего на свете? Ответ на этот вопрос самый простой. Ведь слаще всего на свете – это сон. Но мы живем в таком бешеном ритме, что порой времени на полноценный отдых почти не остается. В нашем сегодняшнем опросе мы решили поинтересоваться у саратовцев, сколько же нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым. Давайте узнаем. Восемь часов нужно спать, чтобы высыпаться. А вы сколько спите? Мы спим, когда пять, когда девять, по-разному. Часов семь, наверное, человеку достаточно, чтобы выспиться. А вы сколько спите? Где-то так же. В принципе, это вопрос, конечно, очень индивидуальный. Говорят, Сталин вообще не спал. Но, наверное, не меньше девяти часов нужно бы поспать каждому. Наверное, вообще-то восемь часов достаточно, чтобы высыпаться ночью. Нормальный сон. А вы высыпаетесь? Я, у меня ребенок немножко спокойный, да. Ну, есть уже информация, которую доктора уже сказали. То есть восемь часов – это вполне достаточно. Можно, конечно, чуть меньше. Не обязательно восемь часов высыпаться. Но восемь часов – это идеально будет. Десять часов. Десять. Десять. Десять средний. Ну, в принципе, каждому человеку свое время нужно, чтобы он выспался. Несмотря на то, что ритм нашей жизни ускоряется с каждым днем, не следует забывать, что ресурсы нашего организма ограничены. И поэтому пренебрегать качественным сном не стоит. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». И помните, здоровый сон – лучше лекарства. Ну, вот насколько сильно это лекарство будет на вас действовать, тогда, когда мы переведем стрелки часов, мы сегодня, кстати, будем обсуждать с нашим экспертом. К нам в гости во втором часе придет человек, который, знаете ли, расставит все точечки над «и». Расскажет, во сколько вам нужно ложиться спать, сколько часов рекомендовано спать. Есть ли такой вообще показатель, как переспать? Вот просто 12 часов – это уже все, перебор. Конечно, перебор. У нас в гостях сегодня будет Анастасия Александровна Одинокова, врач-психиатр областной клинической больницы. Если у вас есть к ней вопросы, не стесняйтесь, пишите их, устроим небольшую онлайн-консультацию. Вы узнаете вопросы, а она непременно отвечает. Ну, а сейчас самое время ответить на вопрос тех, кто очень давно хочет завести домашнее животное, но не знает, кого же взять. Мы каждое утро предлагаем вам целую гамму различных животных, из которых выбирать. Можете каждое утро буквально и наконец-то определиться с тем животным, которое вам будет настоящим спутником, другом и соратником. Да, и сегодня мы пристраиваем в добрые рубки кошечку по кличке Ассоль. Вот вы ее сейчас видите у себя на экране. Она нежная, молодая и любит всех и сразу. Она редко жемчужно-пудрового окраса, и сейчас ей около 8-9 месяцев. Да, она предпочитает хороший корм, ищет хозяев любящих и понимающих кошек, взрослых и ответственных к собственному жилью, между прочим. Пристраивается она в квартиру без самовыгула. Ассоль очень хочет быть нужной. Вот смотрите, она прямо говорит, ну что, возьмешь меня? Она сидит, смотрит, мне кажется, с очень надменным видом, типа, я еще подумаю, идти к тебе. Да, она предпочитает хороший корм, понимаешь, то есть она еще не к каждому пойдет, между прочим. То есть сосиской ее обычно не заманить, только фуагра, приготовленная специально для Ассоль. Ну что ж, 60-20-44, телефон волонтерского движения «Зооспас Саратове». Если вы умеете делать фуагра, тогда она вам по плечу, и, в общем-то, гурманить будете вместе. Ну а сейчас вот те, с кем погурманить точно не получится, и, кстати, те... Почему? По кочану. Отличный ответ. И, кстати, те, с которыми абсолютно неважно, переводят стрелки часов или нет, потому что у них свои внутренние часы... Они спят постоянно просто. Нет, ты что? Да, они долго, они много спят. Ну, они странно спят, во всяком случае. Они могут спать, завалившись на спину, выгнув голову и так далее. Как жить, если вдруг у вас появился хорек? Что с ним делать, чем кормить и как с ним поступить? Узнаем из рубрики «За нами хвост». Продолжение следует... Привет, Юль. Давай расскажем нашим телезрителям, кто у нас сейчас находится в руках. Это хорек. Зовут ее Снежанна. И живет она в трогательном зоопарке Крошка-енот вместе со своими подругами. Юль, очень многие сейчас заводят хорьков дома наряду с другими питомцами, кошками, собаками. Расскажите, трудно ли содержать дома хорька? И что важно помнить тем, кто хочет завести дома этого питомца? Да, на самом деле, сегодня хорек довольно частое явление в городских квартирах. Хорьки очень веселые, забавные. Они любят поиграть, очень хорошо общаются с детьми. Они очень обижаются, если хозяева с ними не играют, закрывают их, забывают про них. Поэтому, если вы собрались завести дома хорька, будьте готовы к тому, что вам нужно будет уделять ему достаточно много времени. Юль, ну вы сейчас говорите про хорьков как про очень активных, социальных, дружелюбных, общительных животных. А все-таки есть такое мнение, что хорьки – это такие сонные, ленивые питомцы, которые чуть ли не все время спят. Вот расскажите, миф это, правда? На самом деле, хорьки спят достаточно много. То есть, сон хорька длится до 18 часов в сутки. Тем не менее, это не мешает ему быть достаточно активным, подвижным. То есть, все время, пока он не спит, он бегает, прыгает, лазит, играет. То есть, они очень активные, любознательные, все проверяют. Юля, а многие наши телезрители интересуются, может ли хорек укусить? И как отучить домашнего хорька от этой агрессивной привычки? Да, на самом деле, хорьки – они хищники, поэтому для них, естественно, кусаться, прикусывать. Отучить хорька кусаться можно, им даже нужно. То есть, в принципе, хорьки достаточно умные животные. Самое главное, наказание должно следовать непосредственно после поступка, для того, чтобы он понял, за что его наказали. Юль, ну, наряду с мифом и убеждением, что хорьки много спят, есть еще такое мнение, что хорьки все-таки пахнут. И вот с этим запахом как-то, наверное, можно и нужно бороться. Действительно, у хорьков есть свой специфический запах, но хорьки выделяют его только в стрессовых ситуациях. То есть, при опасности, это своего рода такая защитная реакция организма. Если вы создадите своему хорьку вполне спокойную, комфортную обстановку, то, соответственно, и запаха у него тоже не будет. Ну, и опять же, соответствующий уход за хорьком. То есть, их нужно купать периодически, следить за чистотой его шерсти. И, в общем-то, никакого запаха тревожащего у хозяев, я думаю, не будет. Если вы решили приобрести себе хорька, то вы можете сделать это в нашем трогательном зоопарке «Крошка-енот». У нас сейчас как раз подросли несколько малышей, и вы можете выбрать себе домашнего любимца. Ну, а если возможности завезти хорька дома нет, вы можете прийти к нам и поиграть с ними здесь. Сегодня мы познакомились с хорьками в трогательном зоопарке «Крошка-енот». Приходите и вы сюда, а также смотрите нашу рубрику «За нами хвост». «Крошка-енот». Самый трогательный зоопарк. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается на телеканале «Саратов-24». Рада вас приветствовать здесь, в этой студии, таким составом Светлана Казанцева. И Сергей Гришнов. Друзья, работаем для вас в прямом эфире. Это значит, звоните, пишите свои сообщения на наш мобильный портал или заходите к нам в группу ВКонтакте, и сегодня мы обсуждаем там перевод стрелок. Как буквально вчера Госдума приняла закон о том, что 27 ноября Саратов и Саратовская область перейдет на новое время, плюс один к Москве. И как вы относитесь к этому, положительно или отрицательно? Пишите свои сообщения. И, кстати, уже немало сообщений. Моя позиция, кажется, уже написана на лице. Немало сообщений к нам пришло на мобильный портал, и большинство из вас высказывается за перевод стрелок. Будьте, пожалуйста, красноречивыми. Достаточно писать просто «За». Где аргументационная база? Что вы хотите этим самым доказать и сказать? Вы «За», потому что вам станет жить легче, или вы «За», потому что вам все равно? Как вы будете жить и что с вами будет происходить? Если бы было все равно, они бы написали, что нам все равно, а люди бы написали, что за перевод стрелок, понимаешь? В нашей стране нельзя сохранить нейтралитет. Нужна очень острая позиция, понимаешь? Поэтому мы ждем ваших смс-ок вместе с аргументами. Но есть у нас еще несколько сообщений на страничке ВКонтакте. К ним мы обратимся сразу после того, как окунемся в интернет с головой. С помощью инстаграм-подборки, которую подготовили по следам недавнего снега. Да, кстати, первый снег выпал не так давно. Ну, давайте посмотрим, как же это было. Ну, как это было? Собака Рада. Да уж, по лицу, по лицу, по лицу, по лицу, видно. Я, кажется, с ней знаком. Кошка Рада. Ну, а что тут такого? Кошка лицезреет просто. Она наблюдает за тем, как умеется погода, время течет. Она понимает, что серую мышь теперь будет виднее. Да, у меня был когда-то пудель, он тоже вот очень радовался снегу. А мне кажется, это, кстати, наш инструктор по йоге, да? Это же Светлана? Да, конечно же. Она медитировала как раз-таки в заснеженном лесу, делала приветствие солнцу. Правда, солнце было не видно из-за облачности. На самом деле, друзья, снег, как обычно, пришел неожиданно. Это нам подарило несколько аварий в городе. Кто-то действительно любит снег. Я видел, как дети выбегали из подъезда и кричали «Снег! Ура! Бежим!» И начали его так вот соскребать, да? Потому что его было очень мало. Это прикольно было. Не смогли его слепить, мне кажется. Ну, снеговика точно у них не удалось вылепить, но зато хоть немножко поиграли. Будьте готовы к теме. Обязательно переобудьте, наконец-то, ваши зимние покрышки. Ну, в смысле, летние на зимние покрышки. И будьте, пожалуйста, осторожны. Вполне возможно, что скоро этот снежок начнет таять. Он уже растаял, но выпадет еще, может быть, гололед. И, дай бог, кто-нибудь упадет. А вы, кстати, знаете, что с 1 ноября официально нужно поменять резину на своем автомобиле на зимнюю, с летней. Если вы еще на летней, то быстрее в шиномонтажке переобуваться, как говорят. Ну, а еще у нас есть городская зарисовка. Это наш город необычными глазами. Мы подмечаем какие-то любопытные факты, любопытные события. Готовы их вам показывать. И сегодня готовы представить широкой общественности яму. И все просто. Есть яма, есть нейминг. И эта яма зовут Яма. Для тех, кто, может быть, думает, что же это такое. Углубление. Может быть, это люк. Может быть, это дыра. Может быть, это портал в Нарнию. Нет, друзья. Все просто. Это яма. Может быть, это просто небольшой недочет. То, что вот, ну, недоремонтировали. И все. Небольшой недочет – это перевод стрелок. В общем, друзья, призываем вас быть активными. Если вы тоже заметили какие-то любопытные факты, любопытные зарисовочки городские, обязательно отправляйте их нам на страничку ВКонтакте. Будем использовать их в качестве вашего материала в нашем эфире. Будем вас благодарить, подписывать ваши интернет-аккаунты и быть, знаете, популярнее с каждой секундой. Ну, а сейчас самое время, я думаю, заглянуть к нам на страничку ВКонтакте. Ну, давай, заглянем. Мы сегодня вас спрашиваем, как вы думаете, нужно ли переводить стрелки в Саратове или нет? Нужно ли нам свое собственное саратовское время или как-нибудь обойдемся? Анна Лабе сказала, что она зайка, всего можно привыкнуть, по ее мнению, особенно к хорошему. А Юлия Миронова пишет, к разнице с Москвой привыкнуть за пару дней вряд ли получится. Лично мне надоела эта бесконечная игра со временем. Сколько можно? Почему все молчат про возврат перевода на зимнее и на летнее время? Ведь это поставило бы все на свои места. Но перевод должен быть с Москвой, полагает наша телезрительница. И, в общем-то, сказала, что она полностью поддерживает идею того, чтобы вернули московское время в режиме летнего и зимнего времени. Ну, мне кажется, это еще сложнее. Но, друзья, мы вас также призываем быть активными, писать свои комментарии, как вы относитесь к переводу стрелок, запротив, вообще учитывали ли ваше мнение. И, не знаю, может быть, вы действительно подписывали какие-нибудь петиции о переводе или, наоборот, о том, чтобы его не переводили. И специально не подписывали. Ну, а сейчас детская афиша, ее представит Илья Соколов и расскажет себе подробности детского и взрослого досуга. Доброе утро! С вами Илья Соколов. И это рубрика Афиша. Начались школьные каникулы. А это значит, что мы с вами можем отдыхать и веселиться на полную катушку. Потому что нам не нужно идти в школу. Сейчас я расскажу вам, куда нужно отправиться всей семьей и интересно провести время. К нам в Саратов приехали необычные гости – пингвины. Встретиться с ними мы с вами сможем, если отправимся в наш цирк. Как раз туда приехал цирк династии Майкровских с программой «Ласт Рика». Веселая компания талантливых пингвинов устроит настоящее представление. Они забавно ходят по арене и легко преодолевают разные препятствия. Говорят даже, что нигде в мире больше нет таких дрессированных пингвинов. А еще с ними вместе выступают морские котики, обезьянки, экзотические попугаи и красивые белые пудели. В программе «Ласт Рика» участвует клоун, которого зовут Майк. Он может рассмешить и нас, и с вами, и наших родителей. И, конечно, удивительные трюки нам покажут воздушные гимнасты. Так что смело отправляйтесь в цирк. Скучать там точно не придется. В школе нас постоянно заставляют читать разные книги. Иногда среди них попадаются такие длинные произведения, которые очень сложно дочитать до конца. Конечно, читать нужно. Но так здорово, когда книга превращается в спектакль. Историю можно просто посмотреть. Например, в Саратовском театре юного зрителя в воскресенье покажут спектакль, который называется «Недорсель». В нем рассказывается история из комедии «Недорсель» писателя Дениса Ивановича Фонвидина. Спектакль тоже рассказывает про глупого мальчика Митрофана. Только в театре можно увидеть красивые декорации. Актеры много поют и танцуют. Зовите своих родителей в театр. Пусть они тоже вспомнят эту забавную и поучительную историю. Обычно во всех сказках тролли – это злые страшные монстры. Но оказывается, тролль бывает и добрыми. Такими, как герои нового мультфильма, который называется также «Тролли». В мультфильме тролли маленькие и миленькие. Особенно девочка Розочка. Она у них главное заводила. Все время веселится. Но есть у них и маленький вредина – Цветан. Они с Розочкой не очень-то дружат. Но именно Цветан придет ей на помощь, когда огромный злой тролль нападет на деревню. Вам, как и мне, стало интересно, что с ними будет дальше? Тогда идите в кинотеатр и посмотрите этот мультфильм. Так хочется, чтобы каникулы длились вечно. Но еще не время грустить и готовиться к школе. Скорее завидите своих родителей. Отправляйтесь на разные мероприятия. И весело проведите время. А я прощаюсь с вами до следующей недели. И говорю вам пока-пока. До скорых встреч. До скорых встреч. Перевод стрелок на, в общем-то, ваше сновидение и на ваш кончественный комфортный сон. Друзья, если хотите присоединиться к нашей беседе, то пишите свои сообщения с вопросами на наш мобильный портал. Его номер вы, кстати, периодически у себя на экранах видите. Ну или звоните по номеру телефона 54 30 30. Сразу после выпуска новостей гости будет у нас в студии. Зададим ей такие злободневные вопросы по поводу сна. И как же мы теперь будем спать? Плюс один, больше мы будем спать или меньше мы будем спать? Да, конечно, меньше. Что за вопросы? Передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Посмотрите все новости, которые прослучились за минувшие сутки. А потом к нам возвращайтесь. Сразу после новостей в утреннем шоу Автопилот. Почему здоровый сон лучше любого лекарства? Каким необычным хобби увлекается рэпер Леон? И как запустить свой первый стартап с нуля? Утреннее шоу Автопилот продолжается на телеканале Саратов 24. Рада приветствовать всех тех, кто только просыпается, тех, кто давно проснулся, ну и может быть тех, кто еще не ложился спать. Ученые некоторые утверждают, что более половины жизни мы проводим на работе. Остальное время мы проводим как раз таки, пребывая в сонном состоянии. Ну то есть спим. Как часто нужно спать? Сколько времени нужно этому уделять? И как изменится наш сон во время перевода стрелок на саратовское время? Поговорим сегодня с врачом-психиатром областной клинической больницы Анастасией Александровной Одиноковой. Доброе утро. Доброе утро, Анастасия. Вот у нас есть сегодня злободневная такая тема. Буквально вчера вечером Государственная Дума приняла закон о том, что в Саратовской области переведут стрелки часов на час вперед, 27 ноября. Вот скажите, с медицинской точки зрения, как это скажется на здоровье людей, ну вообще, и как это повлияет на сон на наш? Ну, вначале это, естественно, такой переход нарушит весь наш установившийся режим сноободрствования. Будет, конечно, так называемый недосып. Нам будет тяжело, но понадобится, ну я думаю, что в основном большинству неделька, максимум две, для того, чтобы перейти в новый режим и установить правильные биологические ритмы, вернуть их в правильный. То есть ничего, по сути, не изменится, только две недели у нас будет, ну, такое немножко дискомфортное ощущение. Да, понадобится время на адаптацию. А сколько вообще часов нужно спать, рекомендован? Сколько минимум и, может быть, какой-то максимум? Ну, вообще, здоровому человеку для физиологической потребности требуется от 6 до 8 часов сна в сутки. Если человек спит менее 6 часов, и это происходит системно, ну, то есть он прям вот неделю спит максимум 5 часов, у него происходят какие-то изменения физиологические в организме, или он просто психологически чувствует себя разбитым? И в той и в той сфере происходит нарушение, потому что мы становимся более вялыми, у нас снижается очень сильно работоспособность, снижается память, вообще наши умственные функции, ну, скажем так, летят в тартарары. И для здоровья, и, естественно, для психики это очень вредно и тяжело переносить. А вот я знаю, что существует несколько фаз сна, вот расскажите поподробнее. Выделяют две основные фазы сна. Это медленный сон и быстрый сон. И они составляют общий цикл. И у здорового человека за ночь происходит от 4 до 6 циклов. А, то есть они меняются, да, периодически повторяются? Да, конечно, они меняются. И в какой фазе мы высыпаемся, или в какой фазе мы, например, там, видим сны? Сны, вообще считается, что сны больше соответствуют фазе быстрого сна. Хотя по последнему исследованию мы можем видеть сны и фазу медленного сна, но они не такие национальные. А вот есть люди, которые уже на протяжении года, наверное, не видят совершенно снов. Ну, просто в моём окружении даже то греха-то идти, тоже редко вижу сны. Говорит ли это о каких-то изменениях в организме? Возможно, действительно, мало спимая фаза вот этого быстрого, ну или медленного сна, который сейчас выясняют, где именно мы видим сны, она пропадает, просто её нет. Нет, ну, очень часто люди снов просто не помнят. Если разбудить человека в быструю фазу сна, он прям очень подробно расскажет свой сон. Но если человек, не видя сновидение длительное время, но при этом хорошо высыпается, это не значит, что есть какая-то патология. Ну, то есть сон, это не является, ну, то есть сновидение, это не является каким-то индикатором того, чтобы... Они просто больше свойственны яркие сновидения детям и людям, очень впечатлительным, творческим. Ага, эмоционально, да? То есть если вы не видите сны, вы просто не впечатлительны. У вас мало чего можно удивить, порадовать и впечатлить. Всё предельно просто. Мне кажется, ещё очень важный вопрос, где мы спим и в какой обстановке это происходит. Кто-то зашторивает комнату так, чтобы там была абсолютная темнота, выключает всё освещение и прям в абсолютной темноте погружается в сон. А кому-то необходимы маленькие источники света, будь то дневной свет, да, какой-то, либо электрический свет. Вот вы как считаете, в каком состоянии лучше засыпать и лучше высыпаться? Ну, вообще, я бы сказала, что лучше обеспечить себе затемнение комнаты, потому что именно в тёмное время суток при отсутствии освещения у нас вырабатывается гормон сна мелатонин, который отвечает за глубокий, хороший, правильный и полноценный сон. Но, опять же, каждый человек индивидуально, нужно смотреть по своим потребностям организма. Если вас всё устраивает, высыпаетесь, то почему бы и нет? Ну, то есть мелатонин как раз способствует тому, что человек отдыхает во время сна. Если, например, будет светло в комнате, он не погрузится глубоко, в глубокий сон не войдёт? Скажем так, фаза глубокого сна всё равно войдёт, но сон будет не таким полноценным и не будет приносить вот того чувства отдыха, как правильно. И вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые работают ночами. То есть у них такой график, что они, предположим, в 10 часов вечера приходят на работу и в 5 уходят. Насколько известно, мелатонин как раз-таки вырабатывается в определённое время, в ночное. У них его нету? Или что? Или, может быть, биологические часы у них просто перестраиваются и у них своё время? Если это регулярно, то, конечно, да, биоритмы, они и нарушаются, и перестраиваются. Надо просто компенсировать в дневное время. Если это систематически, то, конечно, человек должен, скажем так, свои биоритмы подстроить. То есть в определённое время и днём тоже ложиться. Но единственное, нужно застырить окошки, чтобы в комнате было темно, уютно, тихо и спокойно, чтобы человек хоть как-то компенсировал недостаток. Вот ещё такой момент. Сон, вы сказали, продолжительность от 6 до 8 часов. Можно ли это время дробить? Предположим, поспать 4 часа ночью, поспать 4 часа днём и получить такой же качественный сон. Прерывать его можно или нет? И вообще полезно днём спать? Днём спать... Напрасно. Вы тратите много рабочего времени, когда спите днём. Ну, учитывая, да, наш постоянный режим работы, мало у кого есть возможность поспать полноценно днём. Хотя какой-то перерыв на дневной сон, чтобы восстановить силы, хотя бы в течение получаса, полезен. А так... Дробить сон не стоит. Лучше нет. Лучше получить полноценный сон, в котором будут все фазы, которые глубокие и неглубокие сон. И ещё и сновидения посмотреть какие-то, чтобы не скучно было. Есть такая вот какая-то новая теория о том, что нужно спать, там, не знаю, 2 часа не спишь, 15 минут поспал. 2 часа не спишь, 15 минут поспал. Это эффективно или это вообще нарушает вообще все биоритмы, и это совершенно неправильно? Я думаю, что это всё-таки нарушает. Конечно, в эти... А как ты за 15 минут можешь выспаться? Ну, это, например, когда к экзаменам готовятся студенты или школьники, они вот так вот учат, учат, учат 3-2 часа, потом 15 минут перерыв поспать, потом опять учат. Так ты же не проснёшься. Это совсем неэффективно, потому что, опять же, нарушается работоспособность, и такой студент, придя на экзамен, даже зная материал, просто может растеряться, забыть всё. Перед экзаменом или перед каким-то сложным мероприятием, когда придётся выступать, лучше как следует отоспаться и не мучить. То есть 8 часов как раз. Да. Что делать, если ты страдаешь бессонницей? Если вот со сном не дружишь совершенно. То есть ты пытаешься уснуть, а у тебя не получается. Ты начинаешь заниматься какими-то делами, понимаешь уже просто физическое истощение своего организма, и только тогда отрубаешься, что называется. Как бороться с этим? Вообще я бы посоветовала обратиться к специалисту. К неврологу, ну или лучше к психиатру, потому что чаще всего это просто симптом какого-то заболевания, нарушения сна, в который входит в массу. Опять же повторюсь, это заболевание. Но вот самая популярная история, о чём это может свидетельствовать? Просто о возбудимости нервной системы высокой? Постоянные стрессы влияют на бессонницу, ксоматические заболевания, заболевания психологического спектра. Это депрессии, какие-то неврозы, которые нам мешают спать. Опять же, социальные наркотики, такие как алкоголь, никотин. И алкоголь, особенно если мы их принимаем перед сном, они очень сильно мешают нам. Плюс несоблюдение гигиены сна также бредно. А что значит гигиена сна? Это, опять же, правильное соблюдение режима сон-бодрствования, обеспечение себе уютной постели, правильный, скажем так, ортопедический матрас и так далее, тёмные комнаты и тишины. Говорят, что нужно спать прямо в тепле, чтобы в комнате было прохладно, а самому человеку было тепло. Так это или нет? Ну, необходимо, чтобы в комнате присутствовал свежий воздух, скажем так, чтобы не проснуться с тяжестью в голове. Но, опять же, каждый человек индивидуальный. Каждый человек подбирает для себя те условия, в которых ему хорошо спать. Да, например, есть история, что в Германии в спальнях вовсе нет отопления. Они спят просто под огромным количеством одеялок, и тем самым говорят, что они такие молодые, всегда бодрые, задорные, и спят в прохладной комнате. Ну, если это действительно их устраивает, то почему нет? Да, так что, друзья, не придумывайте себе всяких стереотипов. Если вам комфортно так спать, то спите ради бога. Расскажите, Анастасия, как приучить ребёнка к правильному графику сна? Как сделать так, чтобы ложился по часам, вставал по часам, но ещё и в обед вовремя засыпал? Ага, ну, на самом деле, это большая проблема, хотя считается, что для дошкольников дневной сон индивидуальный. Обязательно, прошу прощения. Если где-то до 2-х лет, до 3-х лет это 1,5-2,5-3 часа, то после 3-х до 7-и это 1,5-2 часа. Ребёнку нужно установить точный постоянный режим, то есть засыпание и просыпание. А днём, наверное, просто ещё поддержать своим примером. То есть не приказывать ребёнку, вот иди спи, ложись, а лечь с ним рядышком, почитать ему книжку. Не обязательно с ним рядом засыпать, но переключить его с игровой деятельности на более спокойную, и ребёнок, скорее всего, уснёт. Ну, а если вы вдруг уснёте вместе с ребёнком, пользуйтесь моментом, наконец-то и днём высунетесь. Да, если вы молодая мама, если вы это не уснёте. Вот что касается установить чёткий режим сна. То есть понятно, что ребёнку можно объяснять очень долго, что время спать, ложиться с ним рядом, читать ему книжку. Но будить ли его по часам или нет? Или если ребёнок спит, то пускай просыпается сам? Предположим, время уже там, вот сейчас, да, там, половина девятого утра примерно. И, ну, там, понятно, что ребёнок уже спит довольно-таки долго. Он спит там с 9 часов вечера, это уже почти 12 часов. Стоит ли его будить или ждать, пока проснётся сам? Ну, если ребёнок лёг вовремя, и у него было достаточное количество снов, отвечающего потребностям, то лучше всё-таки ребёнка разбудить, иначе это будет пересып, избыточный сон, который грозит всё-таки дальнейшими капризами, потом нарушением засыпания, и ребёнка будет очень сложно успокоить. Ну, вот, кстати, у ребёнка есть, да, такой параметр, как переспать, а у взрослого? Встречается ли он в сегодняшних реалиях или нет? Да, очень часто. Вообще считается, что избыточный сон – это более 10 часов. Естественно, иногда он нужен при переутомлении, некоторых заболеваниях, когда действительно нужно время на восстановление. Но для здорового человека избыточный сон скорее влечёт негативные последствия. Если очень долго, постоянно мы пересыпаем, то мы скорее проснёмся с тяжёлой головой, с головной болью и будем абсолютно вялыми, нервоспособными. Не отдохнувшими, а наоборот, как бы перегруженный организм, и тяжело будет потом весь день. Да, и считается, что регулярный избыточный сон даже может провоцировать некоторые заболевания, типа сахарного диабета, ожирения, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний. Вот это ничего себе. Да, это серьёзно. Да, есть такой мнение. Я полагаю, что многие в нашем городе, когда не высыпаются, бегут в ближайшую кофейню для того, чтобы взять себе чашечку кофе, взбодриться и сказать, ладно, я не поспал, но зато вот что-то там кофеин как-то сработал в моём организме, я чувствую себя бодрым. Скажите нам, как специалист, можно ли каким-то образом после сна, например, не самого качественного, но при этом приемлемо, например, 5 часов, ну или 6 для тех, кому этого недостаточно, взбодрить себя? Как себя поставить на ноги и заставить идти делать свою работу и делать этот мир лучше? Ну, наверное, всё-таки стоит резко не вскакивать, потому что от этого будет плохо, дать себе время, чтобы организм перестроился с режима сна на сон, на режим бодрствования, а так, ну, можно создать какие-то себе ритуалы. Кому-то помогает контрастный душ, кому-то горячий, кому-то холодный, ну или совместно, кому-то действительно кофе и вкусный заработок. Ой. Да, заработок тоже неплохо, вы сказали, мотивирует людей, вы сказали, встает. Завтрак, а кому-то пробежка и физически какие-то упражнения, если на это хватает. У вас какие ритуалы, чем вы пользуетесь? Горячий душ, кофе, что-нибудь вкусненькое и сладенькое. То есть порадовать себя с утра? Безусловно, обязательно. Замечательно. А вот у нас есть вопрос от телезрительницы от Анны, она спрашивает, если ребенок днем спит 3-4 часа, это много? Какой возраст ребенка? Ну, вот не уточняется. Как я уже говорила, старше 3-х лет, потребность где-то 1,5-2 часа. Если ребенок спит 3 часа, то вопрос возникает, сколько длится его ночной сон, хватает ли ему, возможно, он просто пытается добирать. То есть, может быть, он ложится к 12 ночи, и поэтому днем досыпает. Да, возможно. Но нужно смотреть на индивидуальные потребности. Если ребенок столько спит, но при этом ночью ложится без проблем, то дайте ребенку поспать. Это просто соня, и ему это нужно. Да, значит, ему это нужно. А вот скажите, какие подготовительные какие-то мероприятия должны быть перед сном, для того, чтобы войти в сон благотворно, чтобы он хорошо повлиял? Ну, исключить социальные наркотики, как я сказала, это миф, что алкоголь помогает. Нет, неправда. Кофе, никотин тоже ни в коем случае. Лучше устранить физические какие-то нагрузки перед сном, где-то желательно за 2-3 часа. То есть, поздно вечером в спортзал лучше не ходить? Нам еще потребуется временное успокоение, потому что мы будем слишком разогреты, разгорячены. Лучше выключить телевизор и просто почитать какую-то приятную книгу. Вот опять же, почитать приятную книгу, используя какие-то гаджеты, или почитать ее все-таки в бумажном носителе. Или в данном случае влияние гаджета, ну, то есть света какого-то, который излучает дисплей, не имеет значения? Считается, что все-таки лучше с книжкой полежать. С бумажной. Хотя мне это не мешает. Так, в общем, друзья, надеемся, что даже когда стрелки переведут, вы сможете быстро подстроиться под ситуацию, найти специально свои какие-то ритуалы, которые помогут вам легко и заснуть, и проснуться. Ну и самое главное, как мы поняли, сделайте все, чтобы ваш сон был максимально качественным, для того, чтобы избежать различных неприятных последствий. Спасибо вам большое, что этим утром вы пришли к нам. Кстати, мы не спросили главного, вы сегодня выспались? Честно, нет. Компенсируйте недосыпный обеденный перерыв. Обязательно. Друзья, мы желаем всем доброго утра. У нас в гостях сегодня был врач-психиатр областной клинической больницы Анастасия Одинокова. Вам спасибо большое, хорошего дня. А мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на Саратову, 24. Доброе утро, любимый город. Просыпайтесь вместе с программой Автопилот и расскажем вам много всего интересного. А сейчас пришло время рассказать вам о пробках, для того, чтобы вы как можно быстрее и без проблем добрались до своей работы. Сергей, тебе слово. Спасибо большое. Самое время поделиться с вами информацией о том, где и какие улицы стоят, и по версии сервиса Яндекс. Пробки 4 балла загружены с дорог в нашем городе к этому часу и к этой минуте. На самом деле это небольшой балл, но пробки нам шепчут, что на главных развязках нашего города проехать будет непросто. Например, проспект энтузиастов полностью окрашен в багровый цвет. Скорость движения здесь не более 3 км в час. На подъезде к кольцу стадиона Волга и далее на улицу Ардженкидзе. Кстати, на Ардженкидзе на первых метрах случилось дорожно-транспортное происшествие. Вполне возможно, что пробка только усугубится, и проехать здесь будет непросто. Но зато сдерживающим фактором это является, и поэтому Чернышевского абсолютно свободно. Ни на Родищево нет пробки, ни около Кристалла, ни на прочих пересечениях. Все предельно ясно, понятно и прозрачно. Единственное что, Чернышевского на подъезде к предмостовой площади 25 км едет, и предмостовая площадь во всех направлениях аналогична. 20-25 км в час – это максимальная скорость. К счастью, этого нельзя сказать про мост Саратов-Энгельс, он во всех направлениях с максимально разрешенной скоростью мчит. И вот улица Леса-Заводская в городе Энгельсе преподнесет небольшой сюрприз всем покровчанам, потому что на подъезде к Трудовой, и по Трудовой, в общем-то, на подъезде к Лесу-Заводской собралась пробка. Скорость движения здесь не превышает 10 км в час, ну а после этого перекрестка до моста будете ехать со скоростью 20 км. Волжский район, Новосекурдюмское шоссе, поселок Юбилейный. Обратим внимание на эту развязку, здесь все свободно, едем, друзья, без проблем, даже на кольце строительного рынка. На ваших танкистов, к сожалению, про эту улицу нельзя сказать аналогичной истории, потому что вот тут как раз-таки есть небольшая пробка. И, внимание, второй Пугачевский поселок. От танкистов, если вы будете добираться до Чапаева, там, знаете, есть такой небольшой участочек, по которому можно проехать. Здесь скорость движения 7 км в час, и виной тому авария, которая там произошла. Ленинский район, выезд из Солнечного сейчас свободен. Проспект строителей едет с максимально разрешенной. От кольца НИИ до моста на третью дачную стоит небольшая пробка. Скорость движения будет колебаться от 20 км в час до всего лишь 5. Но это отражается и на улице Шихурдина. Она едет тоже с переменным успехом. Здесь и пробка есть, и снижение скорости. Желтым и красным цветом размечена вся эта улица. И на первых метрах улицы Соколова идут ремонтные работы. Скорее всего, там тоже в ближайшее время соберется небольшая пробка. Проспект 50 лет октября до Первой дачной без проблем. С максимально разрешенной скоростью будете ехать как в сторону центра, так и из центра города. А вот после Первой дачной и до Стрелки уже выстрелы стройными рядами пробка. Причем как на встречном направлении, так и в центр проехать будет проблематично. Ну и центр города. Танкистов Соколова и на этом перекрестке есть небольшая пробка. На Астраханское детского парка между Казачьей и Московской есть пробка. Емлютина по традиции простаивает. Ну и в общем-то, друзья, более никаких затруднений дорожного движения не замечено. Надеемся, что вы доберетесь до работы вовремя. Не опоздайте. Сегодня последний рабочий день. Успеете посудачить с коллегами перед началом рабочего дня о переводе часов на саратовское время. Но и заодно поговорите о погоде. А мы вам сейчас подкинем дровишек в топку, чтобы вы как раз об этом поговорили. Да, друзья, подкинем, потому что сегодня погода-то нас не очень балует, потому что в Саратове, в Энгельсе сегодня ожидается дождь со снегом. Ветер южный 88 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр тутного столба. И днем температура воздуха прогреется всего до нуля градусов, а ночью опустится до минус 4. Настоящая осень, глубокая и фактически плавно переходящая в зиму. Так что одевайтесь теплее и не забудьте переобуть свою машину на зимнюю резину. Надеемся, что вы это сделали без проблем и вот в ближайшее время. И в пробках тоже долгое время не стояли. Помните, что могут случиться различные неприятные ситуации, и вы их должны избегать. Но вот ситуация, которая случилась прошлым вечером, говорит нам о том, что с 27 ноября мы будем жить чисто по саратовскому времени. Стрелки часов переведут на плюс 1 час относительно Москвы. Ждем ваших комментариев на СМС-порталах. На самом деле уже насыпалось немало. Посвятим этому 2 минутки. Давай. СМС-портал рядом с вами. Пока Света загружает СМС-портал, хочется обратиться к нашей страничке ВКонтакте, где вы также писали ваши СМС-сообщения. И знаете, сообщения на самом деле абсолютно разные направленности. Понятно, что эта тема не оставляет равнодушными практически никого. Есть как противники, так и сторонники этой самой инициативы. Так, например, наши телезрители пишут о том, что обязательно нужно переводить, заявил Михаил Смолякин. Анна Лабе написала, что летом мы сидим под солнечным светом, просыпаемся засветло, уже когда жара, а вечером гуляем под фонарем и, соответственно, кормим комаров. Марина Яценко написала, согласна за перевод. Разница во времени с Москвой видна невооруженным кем? Правильно, глазом. Когда смотришь Доброе утро, ну, например, там нас уже расцвело, а в Москве еще темень. Раньше же это плюс один был, это наше время. Ну и, в общем-то, не остается равнодушными наша редакция, мы активно вступаем в полемику на страничке ВКонтакте. Так, например, Мария Карманова пишет. Нужно жить двумя временами, летним и зимним. Маша, полностью вас поддерживаю. И нужно, чтобы мы подстраивались под изменения природы, а не просто застабилизировались в зимнем времени, и теперь и летом, и зимой живем по одним границам. Но нужно тогда, чтобы Москва тоже переводилась на летнее и на зимнее время. Так, кто ж против, пускай переводится. Нужно их еще в этом убедить. А что их убеждать? Между прочим, это в Москве решили относительно нас. СМС-портал, что там? Да, у нас тоже немало сообщений здесь. Вот от Марины Васнецовой пришло сообщение, что я считаю, что перевод стрелок на час вперед – это ужасно неудобно. И теперь утром и вечером мы будем идти на работу по темноте. Да, Сергей показывает класс, но не знаю, друзья, это мнение такое двоякое, потому что, например, летом у нас светлеет в принципе очень рано. То есть рассвет, по сути, по предыдущему, по времени, который сейчас, был в 3 часа утра. А, соответственно, сейчас он хотя бы будет в 4. Этот мелатонин, который нам говорил доктор, будет выделяться чуть в более долгий промежуток времени. Чтобы вырабатывался мелатонин, нужно соблюдать свои собственные биочасы и жить в своем собственном режиме. А вот в каком режиме живет певец Элван, узнаем из рубрики «Эксклюзив». Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Эксклюзив», героями которой становятся самые яркие и талантливые гости нашего города. В сентябре бренд «Носкафе 3 в 1» запустил полезную акцию «Помоги перваку», в рамках которой студенты многочисленных вузов страны оставляли лайфхаки и полезные советы для первокурсников. В результате ожесточенной борьбы победила Саратовская государственная юридическая академия. Ее студенты оставили наибольшее число лайфхаков. И бренд «Носкафе 3 в 1» в награду победителям привозит к ним известного рэпера Элван. С ним мы сегодня и пообщаемся. Элван, привет. Здравствуйте. Сегодня ты выступаешь для студентов с ГЮА. Я знаю, что многие ребята в Саратове очень ждут твоего приезда, слушают тебя. Скажи, а помнишь ли ты свои студенческие годы? Каким ты был студентом? Я был неприлежным студентом, потому что первый университет я бросил и переехал из Якутска в Москву, поступил в Москве. Мы знаем, что ты учился на факультете журналистики. Скажи, чем тебя тогда привлекла именно эта специальность и удалось ли попробовать себя в роли журналиста? До поступления в Якутский университет на факультет связи с общественностью работал в медиахолдинге. Я работал на радио, работал на телевидении. Чтобы быть более профессиональным, я как раз поступил потом уже в Москве на телерадио-журналистику. Поэтому хотелось продолжать. Но все-таки мы знаем, что твое главное увлечение – это музыка, дело всей твоей жизни. Всегда это был именно хип-хоп или пробовал себя в каких-то других жанрах? Да нет, но первоначально музыка, именно рэп-музыка появилась у меня в жизни благодаря баскетболу. Сейчас уже, по прошествии многого времени, я ставлю эксперименты с музыкой, заигрываю с роком, заигрываю с электронной музыкой и так далее. Но, в принципе, можно сказать, что ты начинал заниматься хип-хопом, когда это направление в нашей стране еще не было настолько развитым и популярным. Тебе пришлось столкнуться с какими-то трудностями, как начинающим рэп-исполнителем? Ну, наверное, самая главная трудность – это общественное мнение, наверное. Потому что, ну что уж скрывать, одевались мы достаточно странно. Все остальные уже моменты по поводу промоушена и так далее, в те времена, когда я только-только начинал, об этом никто даже не задумывался. Как ты считаешь, что отличает именно твоих поклонников от фанатов рэпа в целом? Ну, наверное, самое главное, вот прям поклонников-поклонников моих отличает то, что они не так же хотят жить, наверное, и стремиться к чему-то. Мотивация и желание побеждать во всем и везде. Я думаю, это самое главное, да, вот это желание и стремление жить. А во-вторых, хотелось бы верить, что их отличает воспитанность, интеллигентность и чувство стиля и вкуса. Ну да, на самом деле, каких только мифов не существует про рэперов у людей, особенно далеких вообще от этой культуры. Ты на сцене и ты в жизни – это один и тот же человек, и какой ты ведешь образ жизни? Ну, я на сцене и я в жизни – это два разных человека. Не в плане того, что я вкладываю в свою музыку, а в плане того, какой я именно на сцене. На сцене я достаточно, ну, скажем так, неуравновешенный молодой человек, потому что выдаю максимальное количество энергии. В жизни же я стараюсь аккумулировать всю эту энергию. Я достаточно спокойный. Более того, я, наверное, даже не такой общительный, как может показаться людям на сцене. Сейчас очень популярными являются всякие рэп-баттлы. Участвуешь ли ты в них, а как ты к ним относишься? Не, не участвую. Я этого не понимаю, когда люди друг друга поливают грязью, смотря друг другу в глаза. Безусловно, у некоторых пацанов крутейший талант. Вот именно в этом. Но быть талантливым в рэп-баттле не значит быть талантливым на сцене. А можешь ты назвать какие-то хобби, увлечения, кроме рэпа? А я очень люблю фотографировать. Я езжу с фотоаппаратом, иногда просто выхожу на фотоохоту. Я продолжаю заниматься баскетболом. Ну, не знаю, можно ли назвать мое коллекционирование кроссовок увлечением или все-таки некой болезнью. Вот куда-то, наверное, туда. Это тоже хобби. Ливан, сейчас многие ребята, в том числе и в Саратове, увлекаются рэпом. Что бы ты пожелал этим парням? Что им следует помнить, что делать, что нет? Самый главный принцип, мне кажется, оставаться собой. Какой-то формулы успеха не существует. Нужно пробовать и нужно не стесняться пробовать. Но это моя жизненная позиция. Я вот ей стараюсь придерживаться. Спасибо, что приехал к нам в город. Приезжай почаще. Спасибо, дорога. Спасибо за это интервью. Рэпер Элван, думаю, вернется к нам еще не раз и не только в рубрику эксклюзива. Здесь мы его помучим различными вопросами. Ну, а вот кого вы точно мучите, вопрос имеет Марию Билат. А она и счастлива от этого. И отвечает на вопросы каждое утро. Доброе утро. В первом часе программы прозвучал гороскоп на текущий день. Переходим к ответам на ваши вопросы. Один из них задает Екатерина. Я всегда считала, что мужчина должен сделать первый шаг ко мне сам. Но в связи с этим проглядела несколько достойных вариантов. Спустя много лет стала понимать это. Что посоветуете? Екатерина, вам мешает ваше воспитание, шаблоны и большая роль матери в вашей жизни. Вы живете по шаблонам, и большинство из них лежит в области построения отношений. В ваших будущих знакомствах, а они обязательно будут, вам не стоит перекладывать ответственность на мужчину. Отношения это для двоих. И выборы в них делают двое. Попробуйте открыто обозначить свою позицию и начать диалог первый. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Долой сон и грусть! Автопилот в эфире. Здесь Светлана Казанцева. Здесь Сергей Гришнов. Работаем в прямом эфире. Звоните, пишите свои сообщения на наш мобильный портал. Кстати, уточняю, потому что у нас сегодня злободневная тема дня. Мы сегодня обсуждаем с вами перевод стрелок в нашей области. Уже буквально вчера вечером был принят закон о том, что в Саратовской области с 27 ноября переведут стрелки на час вперед. Будем жить плюс один к Москве. Как вы к этому относитесь? За вы или против? Пишите. Желательно развернутый ответ. Хотим узнать ваше мнение. Ну а сейчас готовы представить вам цитату, цифру и ролик сегодняшнего дня. И начнем мы, естественно, с цитаты. В эту субботу, 5 ноября, в Саратовском театре оперы и балета состоится первый сольный концерт победительницы третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Александры Воробьевой. И вот что она сказала. Я с детства мечтала приехать в свой родной город, как известная личность концерта. Вот и моя мечта осуществилась, сказала Воробьева. Вот уж действительно осуществилась. Человек, который известен по всей стране, да я думаю, что и за пределами тоже. Так что поздравляем Александру с таким замечательным титулом, с тем, что она все-таки в конце концов вернулась к нам. И пойдем обязательно на ее концерт. А вы отправитесь? Сейчас цифра сегодняшнего дня, и эта цифра... 85. И именно столько процентов людей считают, что хотя бы раз в жизни видели реалистичный сон, что проснувшись не могли понять, сон это или я. Ну вот, на самом деле, 85 – это же немало. То есть сколько людей находится во власти дурманящего сновидения. Не, ну когда ты спишь очень мало, когда ты, там, не знаю, уснул на 4 часа, и у тебя такой интенсивный ритм жизни, ты просыпаешься и не понимаешь действительно сон, это ясно. Я не очень понимаю этих опросов, но мне кажется, 90% сказали бы, что им снился дракон. А вот, между прочим, 90% саратовцев, так сказать, сказали, что они за перевод стрелок. Та-да-дам. Вообще, откуда у тебя эта статистика? Это от нашего телезрительной статистики. Да? Угу. А он чем оперирует? Ну, я думаю, что какими-то данными, которые находятся в общем доступе в интернете. Окей. Мы проверим. Да, проверьте, пожалуйста, эту информацию. Ну, а пока мы можем сказать, что 90% наших телезрителей сейчас точно увидят следующий ролик, который является роликом сегодняшнего дня. И знаете, что это? Это композиция Виктора Цоя. Мы ждем перемен, которую исполнил Джефф Монсон. И, между прочим, это знаменитый американский боец ММА. Давай послушаем, как он это делает. Молодец. Я примерно так же на английском пою. Какой, слушайте, какой я хорошо русский. Да, ты думаешь? Тебе припев. Скорей. Класс. Я думаю, что он думает, что это песня про пельмени. Да, он прям фанат, я смотрю, это. Слушайте, но... Мне еще кажется, что он по-саратову едет. Он должен был приехать к нам не так давно, по-моему, в прошлом году в Кристалл. Он так и не приехал. Мы его ждали, 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 ждали. Вот. Он сказал, мы едим пельмень. Практически так это выглядело. Ну что ж, пожелаем Джеффу Монсену развивать свои вокальные данные, приехать к нам с концертом в рамках тура кинопробы, когда он будет перепевать все композиции Виктора Цоя. Что там? Их обычно Земфира перепевает чай в смысловой кальцинации. Довольно, ребят. Успокойтесь, Джефф Монсен, вот смена, которая пришла к вам и точно сможет сделать классное зажигательное шоу. Не только в Кристалле. Представьте, как это будет перемен в наши сердца. Ну, а, кстати, кто к нам придет на смену, это дети, которые сейчас подрастают. И для них есть специальная школа подростков, ну, школа предпринимателей для подростков. И у нас есть очень интересный сюжет. Давайте посмотрим. Первая предпринимательская школа для подростков открыла свои двери еще на прошлой неделе. За семь недель курсов на базе фабрики «Мария» ученики старших классов пройдут курс, на который у многих уходит не один год. Ведущие специалисты не только расскажут ребятам о тонкостях своего дела, но и дадут возможность притворить свои идеи в жизнь. Стартовый капитал в 15 тысяч рублей получит каждый слушатель курсов. Итог пребывания в школе, да, итог всего того, что они здесь делают, это готовый бизнес-план, это готовый план на развитие проекта. Они получают на этот проект небольшие деньги, стартовый капитал, и начинают свой бизнес. Да, все. Первые недели курсов позади и пройдено немало. Ребята уже познакомились с моделями бизнеса. Мы сейчас привязаны к конкретному продукту. Мы обобщаем это для того, чтобы потом вам легче было построить свой бизнес, основываясь на этих критериях. В непринужденной обстановке мыслить о больших проектах с подручней. Никаких рамок. Только полет фантазии и мысли о том, с чего начать первые шаги в индустрии бизнеса. Так началась вторая учебная неделя в школе предпринимателей для подростков. Потребность в продукте, его необходимость. То есть, насколько высока потребность наша в этом продукте. Будет ли продукт собственного дела востребован? Вопрос, на который должен ответить каждый, кто хочет вступить в сферу продаж. На этом занятии помочь найти ответ на непростой вопрос решила Ольга Макеева, которая не первый год возглавляет отдел маркетинга в региональном филиале одного из крупнейших в России сотовых операторов. Ежедневно Ольга анализирует информацию о потребностях в населениях, чтобы сделать свой продукт не только конкурентоспособным, но и удержать его на позиции лидера. Они уже являются потребителями. И в какой-то степени они нам подсказывают то, что дальше делать. Куда дальше будет двигаться экономика, куда будет дальше двигаться развитие малого, среднего, большого бизнеса. Геометрические рисунки на полях говорят о способности четко формулировать свои мысли. Эмилю нет и 15-ти, но свои первые шаги в бизнесе он начал делать еще в средней школе. Пока его одноклассники бегали по улицам и дергали девчонок за косички, Эмиль каждый день ходил в магазин за тем, что больше всего любят сверстники. В шестом классе я занимался бизнесом, то есть в школе я продавал всякие жвачки, чупа-чупсы, воду, лимонады. Во время уроков нас не выпускали из школы. Я пораньше вставал, приходил в магазин, покупал и одноклассник продавал. Покупал в оптовых магазинах и продавал на рубля два дороже. Желание учиться и развиваться есть у всех без исключения. Только большинство людей по привычке остаются сидеть сложа руки, боясь открыто говорить о своих идеях. В школе предпринимателей для подростков учат не только как построить свой бизнес-план, но и тому, как говорить о своих идеях без стеснения. То, что здесь происходит, на мой взгляд, безумно важно, потому что есть слушатели, у которых есть собственные идеи. Причем многие из них оригинальные, очень живые и жизнеспособные. Если кто-то из ребят уже имеет небольшой опыт в сфере предпринимательства, то есть и те, кто пришел в школу, чтобы найти себя. Варвара ученица девятого класса и вскоре ей предстоит сделать выбор, куда пойти учиться и чем заниматься по жизни. Пришла сюда, наверное, в поисках себя, самореализации какой-то, потому что нужно же себя найти в конце концов. Поговорив о фундаменте бизнеса, юным предпринимателям предстоит выполнить первое задание. К следующему занятию, которое пройдет в это воскресенье, ребята должны подумать над проектами, которые в конце курсов примут участие в ежегодном международном конкурсе школьных предпринимательских проектов, где поборются за право представить свои проекты на Кубке мира. Ну а на следующей неделе ребята узнают все о том, как набрать хороший коллектив и удержать свое дело на пике лидерства. Вот так выглядит школа предпринимателей для подростков. Хочу на них посмотреть через месяц, когда переведут стрелки. Да не через месяц, а годы через три, через два. А я хочу посмотреть на них через месяц, как они бодро будут приходить на занятия, когда переведут стрелки. И самое время почитать некоторые смски, которые пришли к нам на смс-портал и связаны как раз таки с главной темой сегодняшнего эфира – перевод стрелок часов на саратовское время. Слушай, ну на самом деле подтверждается информация по поводу 90% жителей региона, которые хотят перевести стрелки, и подтверждает нам это Екатерина Красникова. Она говорит, что было голосование среди жителей нашей области. Не помню, не видел, не слышал. Да, кстати, я тоже не понимаю. Любовь Ракутина написала, ну все, вставать будем глубокой ночью, и как зомби плестись по этой темноте. Так еще и с Москвой разойдемся во времени, как в море корабли буквально. На самом деле мы должны вставать позднее, то есть у нас будет более светлый. Мы же не назад переводим стрелки, не в глубину ночи, а наоборот, навстречу утру. В общем, друзья, возьмите часы и поэкспериментируйте. Поэкспериментировали, уберите в сторону часы и помните, что счастливые часов не наблюдают. Проведите счастливые эти выходные. Не обращайте внимания на всеразличные эти вот передвижения времени. Главное, чтобы внутри вас ваш камертон не сбивался ни на секунду. Хотите жить по московскому времени? Живите. Опять у нас и старые. А что за человек сегодня в студии со мной? На этом мы с вами прощаемся. Светлана Казанцева. С Сергеем Гришновым, друзья. Хороших вам выходных. Далее на телеканале Саратов 24 будет выпуск новостей, после чего марафон любопытных передач, фильмов и сериалов. Оставайтесь с нами и живите счастливо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!